Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Прожили с мужем 4 года, а все 4 года прошили отдельно от родителей. Правда, мои родители всегда помогали нам. Потом он резко захотел, что мы переехали в другой город к его родителям. Прожила с его родителями 20 дней, и с его матерью невыносимо жить. Мы поссорились, так как она везде ссывала свой нос. Потом муж выгнал меня из дома, сказал забрать детей и уходи. Я уехала к своим родителям, теперь его мат настраивает против меня. Мы с ним разговаривали, я как-то хочу сохранить семью. Говорит, что уже ничего ко мне не чувствует, и хочется развода. Мол, моя мать разрушила нашу семью. Что мне делать, как поступить? Он очень любил свою семью, резко изменился. Это вопрос. Ирина. Именно так зовут автора вопроса. Вы говорите о том, что хотите сохранить семью. Мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то раскрыли это понятие, эту фразу. Что значит сохранить семью? Дело в том, что с точки зрения психологии, фраза «я хочу сохранить семью» не значит ничего. Потому что семья – это социальный контекст. Для тех, кто находится в семье, семья не является семьей, как некий такой социальный элемент. Для тех, кто находится в семье, непосредственно в семье, семья представляет из себя нечто другое, а именно других людей. И если вы хотите сохранить семью, то вам необходимо чувствовать, прямо-таки ощущать, что вам важен человек. Важно ощущать, что вам важен именно другой человек, а не, извините, социальное положение. А штука в софту, что, вот, как раз то, что вы описываете, очень похоже на то, что вам важен именно в большей степени социальный статус, чем сам человек. Я, конечно, здесь, может быть, немного утрирую, и, вероятно, со мной вы не согласитесь, и я вас, безусловно, как бы, не принуждаю ни в коем случае. Но, тем не менее, задуматься об этом, как минимум, я вас призываю, что вы, как бы, обращаете свое внимание, все-таки на кого, или, точнее, точнее сказать, на что вы обращаете свое внимание. Вы обращаете свое внимание все-таки, ну, вот, в большей степени на человека, или в большей степени вы обращаете свое внимание на социальный, скажем так, статус. И, естественно, если пытаться сохранить отношения из важности социального статуса, Если пытаться сохранить отношения из важности социального статуса, то, конечно, здесь важны, здесь могут быть проблемы, здесь может быть ряд трудностей, с которыми, естественно, вы будете сталкиваться, потому что вы совершаете когнитивно-поведенческую ошибку. Вы говорите об одном, а делаете другое. Семья не означает отношения с человеком, а отношения с человеком не обозначают семью, это первое. Второе. А можно предположить, что если все время, что вы живете, жили со своим мужем, вам помогали родители, то по-видимому, есть сложность, так скажем, с личными границами у вас. И если эта сложность с личными границами присутствует, то это ведь ваша проблема с личными границами в том числе. Это ваша проблематика с личными границами. И, соответственно, можно говорить о том, что именно вам необходимо поработать с личными границами, чтобы вот когда не было такого, что ваша семья обладает, ну вот, не побоюсь этого слова, да, такими сквозными характеристиками. То есть, в вашей, вашей семье, как будто бы все время кто-то присутствовал. Еще. Не только вы и ваш муж, а как будто бы кто-то еще присутствовал. То ваши родители, то его родители, да? Понимаете, какая штука. Еще один важный момент заключается в том, что вы говорите, что муж захотел переехать в другой город. Ну, как бы, к своим родителям. Но вы об этом говорите так, что не складывается ощущение, что вы знаете, что изменилось. Почему он внезапно захотел? Что произошло? Может быть, ему не понравилось жить с вашей мамой, с вашими родителями. Но тогда вы не в курсе этого. потому что об этом вы не говорите. И отсюда вытекает прямой вопрос. А насколько хорошо вы своего мужа знаете? Насколько хорошо вы понимаете своего мужа? Чувствуете его желание или готовы выслушать то, что он хочет? то, что ему ценно и важно? Я сейчас не к тому, что он вам не важен. Я сейчас больше про то, как вы выстраиваете свои отношения со своим мужем. Ну, и, конечно, его действия, его поступки, в частности, то, что вас он выгнал, это следствие определенных ситуаций, о которых вы не говорите. То есть, вот вы говорите, например, что вы поссорились. Да? Ну, допустим. К примеру. Вы говорите о том, что вы поссорились. из-за мамы, например, да? Мой коллега уже сказал, что здесь вы перекладываете ответственность с себя на маму. И это один момент, на который хочется обратить внимание. А второй момент, на который хочется обратить внимание. Это аспект того, что как-то не очень ясен ваш вклад в ссору. Ведь она, в смысле ссора, не была бы возможной, если бы вы не не вносили бы в нее, собственно говоря, свой вклад. в ссору. Понимаете? Понимаете, да? А поскольку вы в нее в ссору, в смысле, вклад вносите, и, суть по всему, прямой вклад, то из-за этого и возникает проблема. Поэтому здесь нужно больше обратить внимание на себя. Здесь желательно научиться замечать то, что происходит с вами в большей степени. и уже исходя из этого можно будет двигаться дальше. Понимаете, да? О чем идет речь? вот такой ответ я бы хотел вам предложить. С точки зрения психологии, психотерапии, с точки зрения с точки зрения психотерапии, опыта, моего опыта в том числе, который у меня есть. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было вам интересно. будет благодарен за обратную связь по моему ответу. Вам это позволит начать работу над собой, что, собственно говоря, может послужить неплохой перспективой для сохранения отношений, если вы в этом все еще кто заинтересован. Желаю вам всего самого доброго, обращайтесь. заинтересоваться.